Доброго времени суток, дорогие зрители нашего канала! Всем привет! И сейчас мы попробуем сравнить такие, казалось бы, несравнимые вещи, как электросамокат и велосипед. И то, и другое. Удобная замена общественному транспорту для перемещения по городу. Предлагаю их сравнить. Велосипед большой и ни разу не компактный. Поднять по лестнице и занести в помещение труднее. Велосипед влезет далеко не в любой лифт, а если влезет, то вам придется изогнуться буквой ЗЮ, чтобы вместиться в лифт вместе с велосипедом. Электросамокат компактнее, чем велосипед. Его удобнее тащить по лестнице и ставить парковать. В лифт тоже вмещается хорошо. На велике крутишь педали и становится теплее и жарче. Зимой и осенью это хорошо, а летом не очень. Велосипед – это полезная физкультурная активность. На электросамокат это как-то не очень спортивно. В прохладную погоду на электросамокате холоднее, потому что дует ветер. У электросамоката колеса меньше, и поэтому риск падения, попав даже в небольшую ямку или ухаб, больше. Там, где самокат неминуемо грохнется, велосипед с его большими колесами проедет на ура. Зато на электросамокате ты почти не устанешь и не вспотеешь. Это тоже важно. Педали крутить не нужно. Просто жми на курок газа и едешь. Электросамокат дает крутое ощущение того, что ты управляешь мощной техникой. Электросамокаты, как правило, складные, поэтому их можно легко уместить в багажник автомобиля. Хранить дома тоже удобно, потому что занимает меньше места. Бывают электросамокаты с сидением. Можно ехать сидя, а можно убрать сидение и ехать стоя. Это уж кому как удобнее. Балансировать, чтобы не упасть на плохой дороге, для кого-то тоже будет плюсом. Еще один минус электросамоката в том, что нужно следить за уровнем заряда аккумулятора, потому что если он внезапно разрядится, вам предстоит катить самокат вручную, а это то еще удовольствие. Заряжаются электросамокаты чаще всего очень долго. И при этом его нельзя оставлять на зарядке без присмотра. Также хорошо бы подумать о гидроизоляции, потому что электричество и вода – вещи несовместные, а гидроизоляция стоит хороших денежек. Электроника – вещь капризная, и если что-то внезапно сломается, ремонт будет очень недешевым. Отремонтировать велосипед несколько проще. И зато весь этот компактный транспорт – отличная возможность прокачать себе навыки рукастого мастера. Велосипед обслуживать проще, ему не нужен аккумулятор, можно не беспокоиться о том, что что-то внезапно разрядится. Также с велосипедом все более или менее однозначно понятно с тем, где на нем можно ехать – по дороге общего пользования или по тротуарам и велодорожкам. С электросамокатом в этом вопросе так до сих пор и нет ясности. Завершая это небольшое сравнение, могу сказать, что и велосипед, и электросамокат нужны каждый для своих задач. И пытаться выяснить, что из них лучше – вопрос философский. Лучше всего, когда есть выбор, на чем ехать. Приятных вам электрических и просто велосипедных покатушек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова